Евангелие Азнадка 4.12. Нет ничего старого, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает покорённого, что не вышло бы наружу. Если бы он брать это буквально, подскажем, не так, то что делает Таня Лорн, Анастасия Лорн и Горбов, а потом решение неизвестно. А не бывает на секрете часть документов через 60 лет. А остальное вообще нигде неизвестно. Когда вопрос зашёл о репрессии, Хрущёв писал на указание из тех актеров, изъявших все документы, где говорится о том, что он подписывал смёртные приговоры. И кладут только костры в аппаратуру. Сейчас об этом пишу. И это уже никто не узнает теперь. Потому что обидел убит, что у него сожглишь. Значит, речь идёт всё-таки о страстном Божьем пределах. Когда откроется всё самое тайное, и мы при человечестве. Смотри, сейчас мы слышали евангельское чтение о том, что хозяин находил виноградник, посылает слух, обидел, убивает, а потом посылает сына. И мне по телефону всё равно. Она разметил, у алкога познаёт. Хозяин знал, что убьют, знал, зачем-то он послал. Ну, знаете, одна волна перед другом. Некого не приняли. Зачем он послал? По человечески? По земному? Ну, неправильно подступил. Зачем же послал? Если один раз послал в Угрии, больше никто не посылает. Потому что потом зачем послал, когда они снимают? А после чего мы пытаемся? Чтобы, когда закончится мировая история, чтобы никто не сказал, что я упоправился, если бы ко мне кто пришёл в скандал. Но у них есть другие, только наши. А как тот каждому поколению посылает? Ведь мы сегодня удивляемся. Как сможет вывод в ином форме? Ну ладно. Но христиане знали Благоуста. А жанны и епископы собрались на Боже. Благоуста всё даёт. Считай смех, как мы говорили. Как только Манглопы. А сегодня Самарий, Союз, Благоуста, здесь есть другие Благоуста. Благоуста приходит в склоку. Её ученик. Как и там история. И до сегодняшнего дня. Как можно он узнать, что он бананом его убивает? Он почти убивает. Как можно два снаряды вести на философах? Младые язычники, но ты делал это не свои. Вот читаю скитопы и книги. А монахи вложили отраву в склоку. Чтобы его обновить, чтобы его достать. А монахи! Это же не в книг, что написано. И чтобы это не один раз было такое. Читаем монаху одного. Веронте. Медведь. Помогает ему. А на другим он кричит. И монахи ничего не придумали. Читаем он. Собаку и медведи убили. Он тоже в этом мече не помогал. Попросил Бога арестить и сечать породами. Какая причина у тех трудных была? Что ведение не потолучили, а приезжая его, что у тебя будет на работе в доме и в складе. Зло рождается от зла. Бог рождает только в алтарх. Слово Божий нам об этом говорил. Что люди думают иметь какое-то изменение в прошлом. Самому по-хорошему. И я бы по-хорошему. А то самому-то отвергаю ему. В той же монеты этот платил. Скажем, вот для того Бога нужно отпускать, чтобы никто не говорил. Вы звоните, чтобы без Бога сделать это просто? Пожалуйста, Бог опускайте у нас за него. Пожалуйста, делайте. А в конце что? Адмилу в космещу. Опять ничего не получилось. И вот здесь нет ничего тайного. Какие были замыслы? Самые большие тайны в сегодняшнем мире – это пастоходов, семских мудрецов, как евреи готовятся заходить в мир, как они начинают борьбы, кого он выбирает власть, это все их замыслы. Какие были хороши не были. Но, в конце концов, это тайна ясна будет перед всеми верами. Многим открыли к этому извинению, но окончательно это не больше. Поэтому думать о том, что ты делаешь, что это тайно, и никто не знает, это неправильно. Могой, когда он умолится, полется впереди, я могу сказать, почему каждый веке планируется, красавится, даже не разговаривая это сделать, это видно. Считается, что угодно. Я когда говорили, я вижу, не считаю. А когда я не думал, а откуда она? Ну, чего же не узнать? Он не далеку бабушку не несет. Къем. Ну, видно, что молодцы. Молодцы, он когда убакал, а пока что узнал? Он куда? И в карте здесь ничего тайного нет. А наша тайна должна быть только перед Богом. И для нас наши тайные добрые дела, они выявляют. Вот, читаете сейчас. Степана. Степана. Степана является начатка Махаи. Таких надо иметь в основном посещении. Он первый здесь обратился. Начаток этой тесности. Степан старший. Тюремник. И через него. И через него. Друзья начали обращаться. Была брата у нас разговаривающая. И он все время следил за передвижением паузы. Тюремник. Раньше он следил за тем, чтобы алистаратом. 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 Помогал им. Алистаратом. Старатом. Похудки какие-то послать. Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И он. Кажется, коль попала от Бога. Вот тогда. Богатарстин запрещает канализировать, как он это не было. Люди канализируют, помни о чем. Внутреннего никто не знает. В житиях доверят. А подиствования есть. Страшный. Все считают его достепенным. Один человек нашел и видит я. Он душит, так же и перезутся на него. Везде одна молока. Это богобогатственный человек. Хороший по поверению. И прочее. И только к тому человеку Бог открыл глаза. И все совсем не так. И то он делал. А почему он не хотел? Для славы. Своей. Чистос. Ну и прочее. По поводу человеческих. И только не проживание. Только не проживание. Поэтому решение не надо на них не проживать. Вот сегодня спаси старого ребятам. Где них? Все знают. Воздух. А белого от у него пока не делают. А кто может быть отдал? Мы определенно. Надо бы сказать. Верующие цены обожают меньшим вечно. Верующие исполняющие. А они верующие неудившие. Его можно сто раз канонизировать. И мощи будут вероточить. Но что угодно могут приписать. Ведь жители святых часто стилизуют. Изменяют. По то же время. Начинают по другому. Переписывают. А в широком. Он ничего не добавит в своей географии. Почему? Правда говорит. Неплюзитель. А чего это сейчас? И говорят. А в какого-то надо панонизировать. На каком основании? Вы что-то видели. Вас Бог дал. Всего, что вы увидели в раю. Нет. А сидят. Бумаски перебирают старички. Которые сами Бога не знают из Бога. Совсем. И они решают. А вот какого-то? А в каком славе. Вот сейчас опять больно. Зажал мой Иоса. Всего я еду. Распочитал. У него на каждом другом. Как вообще-то все было. Сейчас у него вошла. Когда икона, наверное, начиная, какая. Едетская была. Я о нем. Один вопрос отвечаю. Согласно. Книги, которые о нем выяснили. Его друзья. Оношает. Да. Ничего я еще вообще не нашел. И то, что они не знают, собирается. Я знаю об Аханбиши. Кто-то подготовка идет. Там я на ушах и на филанте что-то. Коронизирует. А как это назвать? Никак не могу назвать. А вот как? Ивантика это делает. Не судите никак. Не плохой Михаил, а шалоба говорит. А где он находится? Бог его знает. Дениатная 2027. Ибо я не упускал вас вещать. А всю Богу Божию. Павел говорит. Я могу не сомневаться. Всю Богу Божию вообще нельзя знать. Он имеет в виду, что это то, что касается нашего спасения. Вода, воздух, полностью откроется только где-то. И только, как только я промазал. Он Бог насколько даст. Вода тоже есть да, чтобы мы исполняли его заповеди. Это определенно. Вода тоже есть да, чтобы мы заводились на спасение будущего. Вода остаются точно. Ну ладно, какая-то какая-то. Вода Бога Божия на негде как на небе. Более-более так, чтобы никто не погиб. Но все нашли в листах преоближе и вечно. Деяние 4-2. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Матоматы надо говорить. Что мы видели? Скажите, видел, как души кажется. Он впервые пришедший, ничего не знавший, и ты бы разговаривал с ним. Ну, скажи вам. Конкретно. Я говорю, курить нельзя. И ты тебе кто-то еще попелок попал и знал, что он больше не делал. Он встал, приехал человек, подлупил бутылку. Вот ты с ним наковаривал, он не подлупил, но он был больше никогда. Ты видел вообще или нет? Ты видел человека, который шел на свое деяние и тоже весь в туне выложил, Денье он туда хочет. Я больше никогда на это дело не пойму. Когда Бог начал работу. И здесь, смотрите, Павел говорит, не упускал возвещать всему Богу Божию. Ярко, что в твоей кранелом человеку можно обмелить и истинный дух, который проснулся в душу. И в Гристе 13-14. Всякое дело Бог приведет на суд. И все основание, хорошо ли оно или худо, в нем на суд. Если сегодня кто-то скажет, я только отказал навык светлого географию, в этом коммуникации не знаю. Ты мог по бюра на суде, по-записи. Но до конца знать светлого не знаешь. Он тебя считает анализированным. Которому навык, ты вижу его икон. Ну, он анализирован, значит. И то, и так считает. А я... Анют считает, его когда запрашивают. Кто-то же приезжал, по один раз ему дает. Я получил, тогда он уйдет. Выдал в сердце вселенной. Боже. А святые, которые не знали. Даже святые они никогда не выдавали. Ни по праву. Хотя страх от людей не бывает. Я его не служу. Но не сходится только в Священном Писании. В Священном Писании так. А ты жизнь должна. Они другого подставят. Чтоб тебе было легче, а потом без земли. Лука 12-3. Почему? Что вы сказали в темноте? Кто вы слышите в Священном Писании? И что заводили на ухо судьи дома, кто будет продолжено на кровлях? О чем? Думают о Слове Божьем. О благодатии Божьем. О Христе Иисусе. Так. Первый раз говорил. Где-то потихоньку ермалась. Заманул в себе воздор. Пантелеон. Пантелеон его звать. Потом будет это святой Пантелеи Моцелитель. А потом Моцелительный станет в мир. Душа обращается к тактально сказанному слову. Как вы сказали в Плате. А потом здесь визженная. Весь христианский мир. Он на полную тысячу лет повторяет эту биографию. То, что ты сейчас делаешь, а тебе тоже будет волна. Но какая? Так же это обо мне. Мы многое делаем тайное. Назадия проявляет по нашим делам. И по делам о нем уже и в Аллахе. Солом 39, 11. Я возвещал правду Мою в собрании и визитах. Я не возглавил, да, Моя, и ты, Господи, знаешь. Правду Моя не крыгал в сердце Моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей истинкой и переставранием Иисусу. Так он ничего нет. То есть, со мной Бог это сделал. Попасть на то, что можно снова смотреть. Что говорить нужно? Не скрывал правду Божию. А вот там что? Напиши. По отношению к Тебя правду Божию, где было? Ведь не много, напишешь. А вы же как говорите, что тебе слово и добро. А мне слово. Я знаю, а то, что я думал. Добрый день этого человека. Она нашла себе на Твоих. Но обивает им. Хорит, хорит, хорит. Кто значит на Тебя? На Тебя? На Тебя? Как это сказано. Много делал обограммы для нашего вооружения. Материи помогало. У него в душе страшное состояние робота. Я чем больше добро делаю, тем больше у меня любит его делать. Почему так? И робот отошел до того, у тебя в телефоны учитывал. Я на прямом жернах. Там больше добра. Я говорю, что ж ты делаешь? Тебя Бог не пытает, он тебя любит. Ты столько добра делаешь, нигде жертвует. И просто надо найти такого добродетельного человека среди невзасобных людей. Человек недомолен. Тем как Бог поступает с ним. А Бог это не на своя голову. Готов без себя ненесить, как Бог. Бог без тебя. Без них в Боге. Посмотри, сколько врачей у нас в Италии. Не могу нам вас не внести. Для нас сколько они не дают? Влажники. На всех хватит. Салон 77-34. Что слышали мы и узнали. И родцы наши рассказали нам. Не скроем от детей. Возвещая Бог предыдущему славу Господа. И силу Его. И чудеса Его, которые Он позволил. Вот что детям нужно рассказывать. Что с тобой Бог сделал. В первую очередь они должны знать в Европе историю. Не исключено дать вам. Чтобы не стало явно. Возвести их как от этого ребенка. Получало милости. Какие были погрудности. Должно отец воспринимательном смотреть сколько в общий лет. Уже со дворю. Я еще раз напоминаю. О предыдущих лаборах. Где-то будут кататься у вас. Приговорки лестницы с двух сторон. Если ребенок отправляется в подъех. Вы ему ничего не и посудите. Это сомнение нужно сделать. Ну вы видите на то же время. Если нет палок. Если придите. Я вам сказка. Сохраняйте. Какая большая была. Беда не завязана. Дети не послушены. Они очень интересно катаются. Нет ничего страшного. В штабе сайта. Где мы ходим сюда. А я убедил. Что у тебя в подъех. Вот это будет явно. Договорить в этот район. И так дальше будет. По слову и написано. Все что вы делаете. Делаете рецепционно. Вот это сделал вы. Если вы рядом. Встаем просто по стороне человека. Не сделал. А если рядом господь. Да он все видит. И сразу это останавливает. И ребенку. Честно говоря. Дети. Могу быть другими. Если постоянно напоминать о Боге. И не так что. Родители ушли. Что это. Что на его форме. Задернул. Теперь мы на холодильнике. Калбасы. Слезть. Не надо закрязать. Божий. Божий. Не видит. Во всем и везде. Что ты разговариваешь. Что ты думаешь. Какие делаешь движения. Все свои неверия. Почему Христос говорит. Нет ничего страшного. И поэтому. Ничего. Не бывает покоенного. Что не вышло бы наружу. А себе что выводят. В честь победения. Как правило. Как вам будет отношение. Я вижу в воскресенье. Что сразу вижу делу. Что за столет. Работать. Что-то она не убирает. Не надо этого делать. Во-первых. Мы наши посторонние люди. Приехали в гости. А тут шашлык. Я должен был вам покорить мерку. Не надо. Поэтому. Я говорю. К брату. У него. Все лапки. Вышли. По правилам. А батюшка сказал. Не покоряйся в священнику. Священнику в воскресенье. Денчик принадлежит. Он золото принадлежит. А вот шесть дней. Он не имеет право. Попросить тебя. Или что-то где-то сделать. Ничего. По этого нет. Что бы с нами ни было. Рано или скоро. Будет известно. И как вы поступили. И где терпели. А потом. Будет все. 112. Я никогда не видел. своего деда. По отцу. Но мне. Рассказывали. Который был в крови. Я его сохраняю в памяти. Он настолько был. Благобоязненный. Объехали сюда. А здесь. Беспокоился. Кержавей. А они земли не нарезали. Не давали разрешения. Пока не примет их дело. Пока. На соседине все лежат. Старогат. И не имеющая священца. И он. Согласился. Ну раз. Приехали. Ну раз. Практически. Поедешь. А он. Собежал. Тем. Старогатом. А. Пусть. А. Собежал. А. Собежал. А. Собежал. А. А. Собежал. Первым делом сходил в ламе, сходил в церковь и причастился. Он истанил сосед, и счастье этого у них нет, пришел домой и все бросал. И он бросал, а рядом мать сидит, бросал на него и все бросал. Брат, ладно, моего деда, моего родственного деда, бросил моего родственного деда. Это все четыре главного деда, во-первых, удовольствие слово сказано. И он принял бы так, будто бы все у него было, все закончено. Он уехал отсюда, оставил семью и уехал бы всегда. Но родственного напоминается и сегодня. Господи, самое главное в нашей жизни – приелиться с Тобой. Хорошо бы переследить и счастлився. Хорошо, чтобы никто на нас ничего не имел, хотя это и невозможно. И прозвали свои последними словами пусть будет «Слава Богу за все, как я достал». И вот старчик, привязанного веревкой, знаменитого знаковичнистой злодоуста, он истанится опять повторить «Слава Богу за все». Никто про это не знал, вокруг двойных рожденные люди, а мы знаем здесь пустя полторы тысячи лет. И наша сталья забудет зло, и то, что даже вы проживаете, вся новость нам будет известна, когда зло будет злее. И сохраним мы опять эти слова Господа, что если будет злое у нас, и другое после смерти будет вспоминать, как мы проживем на нас в спальне. Как мы не искали Бога, как жадничали, злоствовали и прочее, да не переведет этого Господа. Аминь. Спасибо.